2 мая исламский мир празднует один из важнейших праздников – Ураза Байрам. Иными словами, праздник разговения. На протяжении месяца Рамадан правоверные мусульмане воздерживались от приема воды и пищи в дневное время суток, а также от дурных помыслов и деяний, читали молитвы и раздавали милостыню. Ведь смысл поста в очищении не только тела, но и души. В первую очередь хотелось бы поздравить всех жителей нашего города и не только всех мусульман, братьев и сестер с этим светлым благословенным праздником – Ураза Байрам. Это на самом деле великий праздник, который несет в себе много положительных, так скажем, эмоций. Утро этого дня началось с молитвы. С самого утра в мечетях Каспийска проходит коллективный намаз. После мусульмане посещают могилы родных. В честь завершения священного месяца Рамадан каждый правоверный выплачивает религиозный налог – закат. Один из пяти столпов ислама. После окончания месяца Рамадан каждый мусульманин, имеющий возможность, он должен выплачивать обязательный закат уль-Фитр. То есть это своего рода такое социальное равенство, когда богатые и небогатые, они выполняют обязанность, которую возложил на них Всевышний. То есть это выплата закат уль-Фитр. И, соответственно, этот закат уль-Фитр распределяется среди малоимущих, среди нуждающихся семей. То есть это определенного рода такая поддержка, которая проявляется в этом празднике. Одна из приятных традиций у Роза-Байрам – раздача подарков. От рассвета до полудня дети коллективно посещают окрестные дома и собирают сладости. Мусульмане ходят в гости друг к другу. В этот день каждый стол изобилует традиционными сладостями – халвой, хворостом и чак-чак. Особое внимание сегодня уделяют и тем, для кого подобное празднование непосредством. Такие семьи принято приглашать к своему столу. Традиционно, спустя 70 суток после у Роза-Байрам, исламский мир отметит еще один важный день. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения.